Везде, где есть борьба на сердцах Везде, где есть вопросы Везде, где враг ослепляет или мешает видеть истину Мы молим Тебя, Господь, да просвети Твой дух при мудрости и откровении глаза, сердец Просвети глаза, сердец Дай видеть то, как есть на самом деле Дай видеть из перспективы Твоей власти и Твоей любви Дай видеть, Господь, где все под Твоим контролем Ничто не вышло из-под контроля Дай видеть, открой глаза, Господь Где есть борьба, Отец Просто открывай глаза И дай видеть, видеть Просто видеть Тебя царствующим Тебя держащим В своих руках все Абсолютно все Ты величественный Как понять простому человеку Как понять величие Твое Когда ты знаешь Все детали Когда ты знаешь Держишь прошлое Настоящее Будущее Ты везде Как понять это Когда ты знаешь То, что происходит С каждым народом С каждой семьей С каждым человеком Ты знаешь, что будет С ним Ты знаешь, что было Ты знаешь мотивы сердца Ты знаешь абсолютно все Всю борьбу, Господь Как это вместить Что ты знаешь всех по имени Как это вместить, Господь, что Ты знаешь все дышащее, Ты знаешь каждого животного, Ты знаешь, когда рождается и когда умирает Твоя тварь. Господь, как это вместить, что Ты знаешь все, что хранится во тьме, в глубине земли, Ты знаешь объемы, масштабы, размеры, вес, Ты взвесил горы. Как это вместить вообще? Как можно вместить Тебя такого? Как можно, Господь, нашим ограниченным умом, Господь, как, Ты достоин всей хвалы и всего поклонения, нам нужен Твой Дух, который делает нас свободными, выше нашего ума, который поднимает нас, расправляет наши крылья, дает нам этот поток, поднимает нас и дает нам силу парить, дает нам способность, даже порой не понимая до конца, но быть уверенным, быть уверенным в том, что будет так, как Ты сказал. I love Jesus, come. Holy love Jesus. Мы хотим познать, Господь, эту свободу хождения в такой простоте и чистоте, в которой ходят небеса. Мы хотим познать эту свободу жизни в совершенной искренности, в совершенной безопасности, в совершенном доверии Богу и друг другу. Мы хотим пережить эту совершенную свободу, которую можешь дать только Ты и только через нового человека, через внутреннего человека. Мы хотим познать, хотим вкусить эту свободу. Holy love Jesus. Свободу, которую приносит Твоя слава, которая ломает, ломает наши цепи, слабывает ермо, тяготившее Твоих детей. Holy love Jesus. Идти нас на высоты, Господь. Идти нас на высоты. Идти нас на высоты. Дух святой, Ты дан, Господь, чтобы нас вести за рукой. Дух святой, Ты дан нам, Господь, чтобы нас вести за рукой. Поведи нас на высоты. Поведи нас на высоты. Я вижу, как Дух святой, Он потихонечку ведет нас, поднимая в те места, в которых мы никогда бы не дошли своим умом и своей плотью. Это работа Духа святого. Это способность, данная свыше. Он пришел для того, чтобы делать это. Он пришел для того, чтобы научить нас, Сыне. Все эти тайны, все эти богатства, которые Бог сокрыл в каждом человеке, в каждом из нас. Только Дух Божий может научить нас об этом. Только Дух святой может научить нас об этом. Господь, мы опускаем наш контроль. Я чувствую, сейчас о контроле Дух святой говорит. Он говорит о контроле. Он говорит, доверяй мне, я отвечаю за то, для чего я пришел. Я отвечаю за то, для чего я пришел. Я лучше Тебя понимаю, как Ты ограничен. Я лучше Тебя понимаю, как мало Ты можешь достичь без меня. Я пришел, чтобы вести Тебя. Я здесь, чтобы помогать Тебе. Доверяй мне, доверяй мне, доверяй мне. Мы с Тобой пройдем намного дальше. Мы с Тобой поднимемся намного выше. Просто доверяй мне, просто доверяй мне. Есть больше, есть глубже, есть выше, есть шире. Есть больше, есть больше. Мы доверяем Тебе, Господь. Мы отпускаем наши души, отпускаем наши жизни в доверие Тебе, Дух Святой. Мы хотим позволить Тебе делать намного большие вещи в эти дни. Мы хотим, чтобы наши глаза были открыты. Мы хотим, чтобы наши глаза были открыты. Мы хотим, чтобы наши глаза были открыты. В последнее время Дух Святой обращает внимание на Духа Святого. Что я вижу? В последнее время Господь очень фокусирует внимание на себе самого. есть настолько больше, настолько больше. Есть такие могущественные вещи, которые Бог хочет делать, и Он и будет делать. Величественные, могущественные, сильные вещи, огромные вещи. И это не какой-то другой Дух Святой, который придет, а это тот Дух Святой, который сейчас с нами. Но мы привыкаем к Нему. И знаете, когда ты привыкаешь к кому-то или к чему-то, ты уже не ожидаешь чего-то сверху, потому что ты думаешь, он такой домашний и ручной. На самом деле это тот Дух Святой, который может творить самые потрясающие, могущественные, сильнейшие вещи, который может прийти и принести трепет и страх в Божий, который может прийти таким страхом, что ты будешь бояться вдохнуть и выдохнуть. Потому что Он страшный Бог, наш Отец, Он страшный Бог, Он могущественный, Он мощный, Он владычествующий. И то, что я переживаю в последнее время, что Дух Святой, Он как пробуждает, такое, знаете, ожидание, ожидание внутри. Как передать это? Как будто Он задает вопрос, понимаешь ли ты, что я могу делать вообще? Понимаешь ли ты, что я могу делать так, что то, что происходило в течение многих лет, может происходить в один день? Ты понимаешь, что я могу переворачивать целые материки? Ты понимаешь, что я могу такое делать? Я могу в секунду решить все твои вопросы, с которыми ты шел многие годы? Ты понимаешь, что я могущественная? Ты понимаешь? И тогда второй вопрос. Ты понимаешь, что я ревную прийти и делать это? Ты понимаешь, что я хочу делать ты понимаешь что вы знаете как будто дух святой он хочет пробудить нас пробудить нашу душу там где она засыпает от какой-то обыденности или от каких-то вещей которые претендуют на нее она засыпает в своем бодрствовании понимать что дух божий который здесь на земле это тот же самый дух который вначале делал так что просто народ короткое время изменяться тот же самый дух который сошел сто лет назад который перевернул весь мир мы понимаем что это тот же самый дух мы ожидаем вот такое чувство знаете что он как бы говорит будьте готовы будьте готовы посмотрите послушайте этот запах будьте внимательны различайте времена различайте времена вы слышите вы слышите какое время сейчас вы слышите какое время вы слышите какие процессы происходят в духовном мире вы слышите вы чувствуете вы осознаете куда все идет вы понимаете для чего я это делаю вы ожидаете меня как будто дух божий он пробуждает нас почтить его потому что он хочет что-то делать потому что он хочет что-то делать что-то делать удивительный бог мы почитаем тебя божий тут здесь на этом месте в каждом из нас в каждом сердце мы почитаем тебя господь спасибо что ты верный в том чтобы приготовить нас к этому Holy light, Jesus, Holy light, Jesus, Holy light, Jesus, Holy light, Jesus, Holy light, Jesus. Пусть Твой огонь зажигает нас, наши сердца, больше и больше. Пусть ревность Твоя, она больше и больше. Пленяй, пусть, Господь, пусть происходят с нами эти столкновения, эти встречи с Тобой, эти внезапности, эти внезапности. Holy light, Jesus, Holy light, Jesus, заставай нас врасплох, захватывай наше сердце, приходи к нам днем или ночью, в любое время, когда Ты хочешь. Дух Божий, пробуждай наши сердца, пробуждай, чтобы мы не спали в тот момент, когда Ты начнешь двигаться. Боже, пробуждай нас, Господь, делай нас более бодрствующими, более открытыми, более чувствительными к этим звукам, к этим сигналам из Духа, к этим знакам, к этим знамениям. Holy light, Jesus, не дай нам пропустить наш день и час, не дай нам пропустить время посещения, Господь. I saw my God, Jesus, Lord, Holy light, Jesus, Holy light, Jesus, come, pray, double shift, come, Jesus, come. Если мы где-то разжирели в наших душах, Господь, где мы думаем, что мы Тебе уже большое одолжение делаем, Господь, прости нас и помоги нам быть свободными от этого. Господь, верни нас в то место, где мы почитаем, где мы в восторге от той привилегии, которую Ты нам оказал. В восторге от того, что Ты взял нас буквально из грязи, и Ты поставил нас в такое высокое место, в такое потрясающе высокое место. Holy light, Jesus, Holy light, Jesus, Боже, дай нам быть благодарными. Я чувствую акцент сейчас на этом слове, благодарность, благодарность. Я чувствую, я призываю сейчас, я слышу Дух Божий призывать нас быть благодарными, снова быть благодарными, снова быть благодарными, быть благодарными. Богу быть благодарными, людям быть благодарными. Holy Lord, Jesus, Отец, помоги нам быть благодарными. Holy Lord, Jesus, pray for the sea, Lord Jesus. Holy Lord, Jesus, come to place a place, place a place, play. Holy Lord, Holy Lord, Jesus. Holy Lord, Jesus. Holy Lord, Jesus. сейчас века говорила и я совершенно получила совершенно получил объяснение своему сну и я знаю что это необычный сон и бог часто мне говорит во снах ну вот он так избрал такой язык общения со мной и он пару и тройку дней назад не приснился такой я нахожусь у себя дома том районе где я жила раньше и такой ураган поднимается я раньше видела ураган который поднимал асфальт а этот ураган еще мощнее настолько мощно что он сносит эти каменные дома они просто рассыпаются как песочные песочные кучки рассыпаются дома и я беру свою дочь и уфа и зовут и мы бежим внутрь нашего дома я знаю что мне даже не в квартире надо спрятаться в коридоре у нас коридор был как в общежитии и он в самом центре дома на и кроме этого надо еще схватиться привязаться к газовой трубе чтобы тебя не снесло просто быть в центре этого дома номер моего дома это 3 это божественность это святая троица а газ это потенциальный огонь газ это дух святой то за что я могла держаться это дух святой то что я вижу непривычно то что бог хочет сделать я может даже не восприниму как от него и я может испугаясь то что он собирается сделать и и то что он говорит доверяй мне держись за святой дух я держусь за эту трубу я держу свою дочь я читаю этот псалом что живущий под кровом всевышнего по цене всемогущего покоясь и я это уже не сон я решил позвонить своему сыну и рассказываю ему этот солнце говорит мама мне снился точно такой же сон я точно также находился строго родки и точно также разрушались дома только не от ветра просто что-то происходило что разрушались дома но я не прятался внутри дома а у бог меня вывел на пространное место и это было там где были резервуары какие-то мама говорит что там за резервуары это резервуары для газа которые раньше приводили в строй городок туда приезжала машина из загружала туда этот газ стран это странно но это не странно на самом деле бог он тем же самым языком нам объяснил что вы должны держаться за духа святого должны мне доверять доверяйте мне чтобы не происходило как бы это ни казалось доверяйте мне я собираюсь это совершить я собираюсь совершить что-то потрясающее в твоей жизни что-то потрясающее в твоей жизни то что будет разрушать старые стереотипы но я твоя божественность и я тот дом в котором ты скрываешься и где ты в безопасности уже достаточно давно это видео, наверное, больше 20 лет уже, там много, и плохая запись, 50 человек на минуту, но Дух Святой не остановился и не остановился до самого финала, и если кто не видел это видео, это время, когда Дух Святой издался и из служения Рудякова Грамма, его называли Варния Ирия, потому что люди переживали радость, переживали искусство, переживали исцеление в этом, они вели не в духе, они были счастливыми, просто Бог пачка, ведущих лидеров, людей серьезных, ответственных, он просто повергал, напаивал, и они становились просто пьяными от счастья, и это время, когда Дух Божий настолько явно являл себя, и этот зал полный людей, и люди такие, знаете, солидные, но они все смеются покотом, сам Рудни, он говорит спокойные вещи, он говорит спокойные слова, но в зал весь покотом лежит, и люди, даже которые пытаются держаться, первое время они пытаются быть серьезными, но к концу этого служения они все пьяные просто от Духа Святого, они не могут это держать, они явно конкретно пьяные, и сам Рудни Ховард, он говорит, то, что происходит здесь, это священные, святые вещи, то, что Бог делает сейчас, это святые вещи, и он, и он когда говорит, он, слово его, оно против скептицизма, он освобождает против скептицизма, потому что в тот момент он говорит, что когда я был служителем, который проходил тяжелый сухой сезон, я настолько высох, я настолько устал без движения Духа Святого, что я помолился этой опасной молитвой, он говорит, я сказал, делай что угодно, только делай, я попросил его, делай хоть что-нибудь, но только делай, я хочу, чтобы, конечно, он говорит, я не просил о том, чтобы люди на моих служениях, он сам спокойный, он сам серьезный, он ходит, он не хохочет, он говорит серьезные вещи, а люди просто лежат, и это Дух Божий, который исцеляет, и он говорит, я никогда не просил, чтобы на моих собраниях люди падали, смеялись, я не просил, чтобы они в танц падали, я не делал этого, и вовсе не хотел того, что выглядит в глазах как бы благочестивой церкви, странно, и неблагочестиво, неблагобоязненно, ну то есть, понимаете, что для людей мы сейчас к этому относимся нормально, святосмех, конечно, а в то время это было просто как святотарство, для церкви, которая привыкла, что все должно быть благопристойной чиной, это было святотарство, они говорили, это неблагобоязненно то, что происходит, но кто мы такие, чтобы определять то, что делает Дух Святой? Кто мы такие, чтобы судить, осуждать и ставить штампы на действия Божьи? Кто мы такие? И он очень серьезно предупреждает там о том, что когда Дух Божий движется, он говорит, смотрите, какой грех, Иисус сказал, не будет прощен, хулана Духа Святого. В чем хулана Духа Святого? Когда люди приписывают дела Божьи дьяволу, когда люди приписывают то, что делает Дух Святой дьяволу, когда они говорят, это не тот Дух. Это очень опасно, это очень серьезно. Когда Бог являет свои чудеса и силу, есть большой, высокий стандарт, высокое требование от тех, кому доверено, особенно тех, кому доверено, либо быть носителями, либо встретить это. Это очень серьезно, когда нельзя шутить с такими вещами. Бог возвращает богобоятельность, Он возвращает вот это состояние сердца, когда мы трепещем перед Господом, перед Его присутствием и перед Словом Его. Когда мы действительно почитаем Его как Бога, как Царя. Когда мы не только на словах, но мы на деле угождаем Ему. Когда мы действительно угождаем Ему, а не людям. Когда мы действительно угождаем Ему через то, что мы почитаем людей. Когда мы угождаем Ему нашим послушанием и другими вещами. И знаете, я смотрела это видео, и там есть такой момент, он с одной стороны смешной. И когда-то, я помню, у меня очень сильно Дух Святой касался, он реально смешной. Он приглашает на сцену баптистского, по-моему, пастора, очень уважаемого человека. И он начинает говорить свое свидетельство. Но он выходит на сцену, там уже такая сила, что он уже начинает говорить, как заторможен. Он пытается говорить, но ему трудно. И он говорит отдельные слова. И эти слова вызывают опять смех, потому что он серьезный баптистский пастор. И через его жену, которая пьяная, в 2 часа ночи приходит домой. И он понимает, и говорит, что тебе надо завтра пойти на собрание. Но там есть моменты, правда, смешные. Но в какой-то момент он застывает в трансе. Он стоит с микрофоном, и он стоит с протянутой рукой. И он замирает настолько, он не шелохнется. И так продолжается на протяжении, по-моему, 20 или больше минут. Он не может двигаться. Его потом положили, и он в таком же положении лежит. Он вообще не двигался. Потом в какой-то момент баптистский пастор начинает молиться на языках. Просто вдруг он начинает говорить на языках. И первое, что он говорит умом, что говорит Дух Святой через него, когда он в трансе, когда он не разговаривает на самом деле с залом. Первое, что говорит Дух Святой, это послушай, скептик. Послушай, скептик. Я буду делать то, что я делаю. И никто не остановит меня, даже если ты не будешь в это верить. То, я тот же самый, который был в начале. Я тот же самый, который буду действовать в конце. Как это было в начале, так будет и в конце. Знаете, и этот момент, он реально сходит в страв Божий. Когда ты понимаешь, кто тот Дух Святой, который находится внутри нас. Я думаю, что Дух Святой открывает наши глаза, начать видеть Его, начать почитать Его, того, кто внутри тебя даже. Не только того, которого ты переживаешь на общем собрании, но того, который внутри тебя живет. Начать почитать, то есть, что такое почитать? То есть, отдавать Ему соответствующую честь. То есть, признавать Его за того, кто Он есть. Не просто определения, не просто слова какие-то. Но буквально, ты понимаешь, что Он Бог. Бог, значит, тот, кто выше всего, выше всего видимого и невидимого творения. Он восседает превыше всего. Он был от начала и Он всегда. Он тот, у кого вся власть, буквально. Не просто частичная власть и частичная власть у дьявола. О, этим миром правит Сатана. Этим миром правит Бог. Пора, время пришло, Церкви увидеть это и почтить Его. Как того, кто действительно правит всем. Забрать у дьявола всякую честь, которую мы ему давали через страх перед Ним. Через какое-то либо почитание Его за кого-то или что-то перед Богом. Есть один Господь. Есть одно Царство. Есть одна власть. И поэтому все поклонение, все хвала, все наше обожание принадлежит одному Богу. И в этом наша свобода. Потому что когда ты таким образом стоишь и почитаешь Его, в этот момент все доступы для врага в твоей жизни закрываются. Потому что Он не имеет никакого легального права. Только если ты разрешаешь, если ты поклоняешься Ему как к чему-то. Если ты поклоняешься, как будто Он действительно что-то из себя представляет. Если только ты Его почитаешь за что-то такое особенное, тогда Он получает доступ в твою жизнь. Но как только ты отзываешь это, как только ты забираешь это, как только ты возвращаешь всю честь, всю славу, всю хвалу Богу, у Него нет вообще никакого доступа. У Него просто нет доступа, потому что Царство, которое ты пригласила, но превыше любого другого Царства. И любая ситуация, которая шла против тебя, обращается в твою пользу. Потому что просто ты почтил Его в своем месте, в своей ситуации, в своей жизни. Это серьезное, могущественное оружие. Оружие хвалы, оружие почтения, которое Господь возвращает, или которое Господь открывает нам. Что на самом деле война состоит в том, что Иисус уже победил. Уже победил. Где тот, кто почитает Его как победителя? Где сердце, которое способно поклониться Ему как победителю? Где сердце, которое перестало поклоняться чему бы то ни было? Где сердце, которое согласно, что все совершилось? Где священники, которые верят в одного единственного? Которые стоят перед единственным? Которые видят Его лицо? Где священники, от уст которых ищут ведение? Где священники, из уст которых выходит правда? Нет другого места, где мы можем узнать правду, как только стои стоя перед тем, кто есть правда. Где никакой преграды между тобой и им нету. Не через твои дела, но через дела, которые совершил он сам. Где ты действительно смирен, где ты кроткий, потому что ты понимаешь, кто он есть. Где все буквально склоняется перед ним. Просто потому, что ты знаешь его таким. Мне вспоминается сейчас история о том, как в свое время было очень мощное пробуждение в Африке, в племени Зулу. И спустя годы, спустя годы после того пробуждения, было служение, на которое было много, по-моему, это как служение исцеления, или что-то, я не знаю. Была большая-большая какая-то конференция. И в начале конференции все ожидали Господа. И через откровение пригласили одного из пробужденцев того времени, которое было десятилетия до того. И это был пожилой человек, это из племени Зулу, африканец. Он не кричал, он не шумел, он просто сказал, всемогущий Бог. Он сказал это, зная этого Бога. И в тот момент начались массовые исцеления. Не осталось ни одного больного человека на всем огромном крусейде. Ни одного. Потому что этот человек знал его таким. Мы даже не представляем, что может один, который верит. Мы не представляем могущество, которое открывается через эту веру для того, чтобы такой Бог пришел и действовал. Мы думаем, мы смотрим через страх, через наши человеческие ограниченные представления. Мы хотим сбить толпу, чтобы стало больше, чтобы что-то такое большое сделать. Мы не понимаем, как много больше может сделать один, единственный. Один, единственный. Если ты веришь ему. Если ты действительно согласен с ним. Я верю в то, что Бог готовит вторжение. Я верю в то, что Бог готовит вторжение. Вчера, когда мы были, мы ехали через Алушту, и мы остановились в Алуште, мы ждали ребят. И когда мы там были в машине, вдруг на меня сошел дух ходатайства и пророчества. Это было пророческое ходатайство. И вдруг мы стояли возле гостиницы, возле такого места, где люди богатые, респектабельные, отдыхают. Такой резорт-центр богатый. И вдруг мое сердце исполнилось состраданием. И я пережила, что Дух Святой будет приходить в самые неожиданные места. Он будет падать, просто падать в эти места. Никто не сможет предугадать, где и когда он упадет. Он будет сходить и будет захватывать целые массы людей. Он просто будет делать совершенно радикальные вещи, неожиданные вещи. И это было настолько сильно. Я переживала, что Бог, Он просто приготовил... Знаете, это как вдруг падает огонь. И ты не можешь ничего сделать. Он захватывает и все. И я видела, как все попытки... И это слово было внезапность. Внезапность. И было слово врасплох. Что Бог будет заставать врасплох. Там, где люди ожидают, что должно быть вот так, вот так и вот так. Там, где люди думают, что должны быть вот такие-то обстоятельства. И дьявол тоже пытается вычислить что-то. Вы знаете, что когда Бог хочет что-то скрыть от дьявола, Он может это сделать. Даже если то, что делает Бог на виду... Если бы дьявол знал, чем закончится распятие Иисуса, Он бы не сделал этого ни за что. И я тоже самое переживала. Я переживала, что Господь говорит, Я буду приходить таким образом, Что все попытки врага предотвратить это, Они будут только катализировать это. Они будут только катализировать это. Враг не сможет, так будет действовать против себя самого. Он будет открывать себя, Он будет сам, сам делать так, Что Он будет раскрыт, все Его замыслы будут раскрыты. Он не сможет ничего сделать. Ничего не сможет сделать. Бог собирается прийти настолько могущественно, неожиданно, непредсказуемо. Он Господь, Он власть имеющий. И Он предназначил многих людей, Которые сегодня вообще не думают в Его сторону. Но Он знает, что они Его. Он знает их сердца, Он знает, что они отозвутся. Он знает это. Они сегодня ходят по улицам, Они сегодня принадлежат к разным славям общества. Они понятия не имеют о нем. Или имеют, но совершенно далекое от реальности. Но Он их знает. Он знает их по имени, Он знает каждого из них. И Он знает, что их сердце будет принадлежать Ему полностью. Он будет просто вот эти сети Духа Святого бросать. Он будет просто захватывать. Никто не сможет остановить. Никто не сможет остановить. Мы увидим могущественные вещи. Когда люди будут падать просто под силой Божьей. Толпами будут падать под силой Божьей. Уверяю вас, это возможно. И то, что я переживала вчера, Это то, что это Его страстное желание. Лучше сокрушает мое сердце всегда в ходатайстве. Потому что когда ходатайство, Господь дает пережить свое сердце. Это не потому, что тебе уже так плохо на земле, Что ты уже плачешь и говоришь, Господи, приди быстрее. Но это совсем по-другому. Это Он открывает свою эмоцию. Он открывает чуть-чуть свое сердце. И ты вдруг начинаешь переживать одновременно и сострадание. И ты начинаешь переживать скачок веры. Потому что это уже не твои желания. А это Его желание. А если это Его желание, Он может все сделать. И ты понимаешь, что Он то, что говорит, Он это будет делать. Я сегодня чувствую призвать, призвать, напоминать, возбуждать. Чистый смысл вспоминать, кто есть Дух Божий, который с нами. Кто Он. Насколько Он могущественный. Он мощный, Он сильный. Стихи, которые мы видим, Когда поднимаются цунами, или ветры, или ураганы, Это просто ничто по сравнению с силой того, кто сотворил всю Вселенную. Он не просто где-то там, когда-то, втихаря все сотворил, А теперь молчит и ничего не делает. Он тот же самый Бог. Он тот же самый Бог. Его аккуратность, его тактичность, его деликатность. Потому что Он любит нас. И Он воспитывает нас как личности. Мы не просто носок для Него. Поэтому часто Он просто как в тени. Он смотрит, как мы растем. Он смотрит, помогает нам набираться сил. Наши инициативы. Он не выпячивается. Потому что Он хочет, чтобы мы росли. Как сознательные личности. Чтобы мы искали Его. Но на самом деле, Когда приходят времена посещения. Когда приходят времена правосудия. Знаете, что происходит? Что такое правосудие? Это правильное определение вещей. Это возвращение вещам правильных смыслов. И второе. Это когда добро поощряется, а зло наказывается. Нет, неизбежно. Я очень ободряю вас во всех сферах вашей жизни. Где вы не послушны. Где вы не легкомыслины. Там, где у вас нет порядка еще. Это самое мудрое сейчас вложение. Это выравниваться. Выравниваться. Потому что правосудие Божие, это неизменно. Это мы привыкли, что в этом мире правосудие, это вот так вот. Божье правосудие, оно видит все. И Божье правосудие, когда приходит на землю, написано, народы научаются правде. Ради правды. Ты думаешь, о Господне, жалко этих людей, они пострадают. Но если бы ты по-настоящему сострадал этим людям, ты бы ревновала правосудиями. Потому что ради правды. Не просто ради какой-то, знаете, человеческой справедливости. Пусть и злые будут наказаны. Нет. Бог выправляет вещи, которые были перекошены. Он восстанавливает правду. И ради правды. Потому что у людей стандарты перекошены. Стандарты вообще разрушены. Он восстанавливает, как должно быть. Потому что только тогда можно идти прямым путем. И тогда можно встать на путь жизни. Поэтому, когда приходит Божье правосудие, неизменно зло наказывается, то уже происходит. А добро поощряется. Добро поощряется. Что такое справедливость? Что такое правосудие? Это когда добрые дела поощряются. Правда? Подумайте об этом. Когда доброе вознаграждается, а злое наказывается. Когда наоборот, это не правосудие. Вы понимаете? Это не правосудие. Наше восприятие правосудия, оно нуждается в исцелении. Господь говорит, мое правосудие поощряет добро и наказывает зло. Вот и вот что такое правосудие. Поэтому мы живем в сезоне правосудия. Мы живем в таком интересном, божественном, чудесном сезоне. Никогда не думала, что мое сердце так будет жаждать правосудия Божьего. Я никогда не думала, что мое сердце будет воспринимать правосудие, как просто, как будто вся земля внутри меня кричит об этой правде. Я никогда не думала, как это сладко вообще. Но Господь привел мое сердце в это место и дал вкусить. И теперь я понимаю, как это здорово, когда землей правда, правда. Когда добро поощряется и когда зло, оно наказывается. Когда беззаконие не наказуемо. Когда беззаконие ходит в страхе, потому что знает, что зло будет наказано. Поэтому сейчас такое время, такой сезон. Все хвосты подтяните. Выравняйтесь к послушанию Ему, к почтению Ему. Там, где есть какие-то ворка, там, где Дух Святой вас обличает. Он вас не обличает, чтобы отвергнуть. У вас обличает, чтобы, наоборот, поощрить вас в свернути. Поэтому сотрудничайте с ним. Это время дано, действительно дано нам. Это классно. Для того, чтобы мы научились этим вещам, поняли, почтили и вырнулись. Вот, поэтому мой призыв. Мы почитаем тебя Дух Святой. Мы почитаем тебя Дух Святой, которого знали как правки. Которого знает эта земля, потому что ты из хаоса ее творил. Господь, мы почитаем тебя Дух Божий, которым мы возрождены в жизни. Мы почитаем тебя Дух Божий, творящий чудеса и знамения, который ходил с Иисусом для того, чтобы подтверждать Его слова. И великие чудеса и знамения происходили, чтобы подтвердить слова Сына Божьего. Мы почитаем Того, кто собирается двигаться подобным образом в эти дни. Мы почитаем Того, кто может делать самое невероятное исцеление. Кто может воскрешать мертвых. Кто может изгонять бесов. Кто может действительно изгонять тьму из целых городов. Мы почитаем Того, кто может принести такое обличение, что целые города, целые нации в один день будут плакать и кальц, как это было во времена Чарльза Финнея. Мы почитаем Того, кто приходил на Азузу. Мы почитаем Того, кто принес пробуждение в Уэльс. Мы почитаем Того, кто пришел как огонь, который видели физическими глазами люди на Азузу, видели огонь. И первое время вызывали пожарных, потому что огонь был физически виден, но это был духовный огонь. Мы почитаем Того, кто сошел как ветер в обущественной на апостола в день Пятидесятницы. Это слышали верующие и неверующие. Ты пришел и почил видимым образом, как языки пламени на головах. Мы почитаем Тебя, Господь. Мы почитаем Тебя, творящего чудеса. Holy Lord, Jesus, come. Holy Lord, Jesus, come. Перед Которым не устоит ни одна болезнь, ни один дух нечистый. Holy Lord, Jesus. Иисус исцелял всех приходящих к Нему. Всех приходящих к Нему. Holy Lord, Jesus, come. Мы почитаем Тебя. Holy Lord. Что Ты способен такой свет принести. Что наши судебные системы, экономические системы, политические системы, Господь, и любые другие системы, они будут выровнены, исправлены. Они встанут в послушание истины. Holy Lord, Jesus, come. Holy Lord, Jesus, come. Holy Lord, Jesus, come. Прости, Господь, если мы уничижаем Тебя, привыкнув к сухому сезону, к тому, где мы шли через время испытаний, Господь, где мы привыкли, что Ты как сокрытый. Но сейчас, в эти дни, Господь, мы хотим почтить Тебя. Мы хотим, чтобы вот эти врата подняли вверхи Свои, чтобы распахнулись двери вечной. Потому что это Ты, Дух, Которого в нас. Это Ты, Христос, обитающий в нас Духом Божьим. Holy Lord, Jesus. Holy Lord, Jesus. Мы хотим, видите. Просто, знаете, есть на сердцах то, что я чувствую, такая борьба как разочарование. И вам надо взять ответственность за это. Мы не имеем права на разочарование. Потому что Бог наш верный Бог. Мы не имеем права плодить Его. Мы не имеем права Ему поздравиться, Собой обладать. Поэтому это время покаяния. Это время покаяния, где мы исповедуем перед Господом, что, Господь, мы привыкли, что Ты не движешься, или Ты мало движешься, или Ты не делаешь чудес. Мы привыкли. Господь, прости нас. Прости нас, мы согласны. Твой Дух пророческий говорит о том, что Ты собираешься это делать. Поэтому мы соглашаемся. Мы почитаем Тебя, Господь. Мы говорим, Ты можешь. Ты можешь такие просто потрясающие вещи делать. Holy Lord, Jesus. God, His name is God. Ты сам можешь нас подготовить. Ты сам можешь нас подготовить. Чтобы мы были готовы. Holy Lord, Jesus. В день посещения. Sun, fire, hope, without light awake. Несмотря на мои слабости. Несмотря на то, что я ограниченная. Несмотря ни на что. Я не хочу ни на что смотреть. Я хочу смотреть на Твою способность. Я хочу смотреть на Твою способность. Если мне нужна мудрость, Господь, Ты можешь дать мне мудрость. Если мне нужно откровение, Ты можешь дать мне откровение. Если мне нужно помазание любого рода, Ты дашь его мне. Holy Lord, Jesus. Тебе нужно просто упывание. Тебе нужно просто почтение. Holy Lord, Jesus. Мы завалили наши стандарты. Знаете, я вижу сейчас, как наши ожидания. Они просто как понизились. И Дух Святой сейчас выравнивает это. Holy Lord, Jesus. Он говорит, вы склоните голову, выше посмотрите. Я выше всего этого. Я там. Holy Lord, Jesus. И я здесь в Тебе. Holy Lord, Jesus. Come, Holy Lord, Jesus. Holy Lord, Jesus. Если что невозможное для Бога. Если что невозможное для Бога. Если что невозможное для Бога. Holy Lord, Jesus. Break, 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 break. Holy Lord. Вот еще один ключ, который Господь на днях высвободил. Он сказал так, очень просто. Holy Lord, Jesus. Holy Lord, Jesus. Holy Lord, Jesus. Holy Lord, Jesus. Достаточно для Тебя, благодатель Моей. Довольна для Тебя, благодать Моей. Holy Lord, Jesus. Возьми этот ключ. Возьми этот ключ. Holy Lord, Jesus. Скажи своим обстоятельствам. Скажи это своей слабости. Скажи это чему угодно, что Тебя удерживало. Скажи это им. Holy Lord. Достаточно для меня Божьей благодати. Господь сказал, если у тебя мало, я в завете с Тобой. И я буду Твоей силой. Holy Lord, Jesus. Come. Holy Lord, Jesus. Come. Come, Jesus. Come. Come. Holy Lord, come. Holy Lord, Jesus. Come. Время просто максимально открыть двери для Него. Максимально открыть двери для Него. So love, Jesus. So love, Jesus. So love, Jesus. Скепсис. Выбрось мусорку. Выбрось разочарование. Мусорку. Выбрось. Покайся. И выбрось. Holy Lord, Jesus. Come. Выбрось. Что ты такой, что ты определяешь Бога, что Бог может и что Бог не может? Holy Lord, Jesus. Come. Holy Lord, Jesus. Come. Come. Услышь рык льва. Услышь рык льва. Услышь, как лев уже рычит. Holy Lord, Jesus. Come. Дьявол боится. Дьявол боится этого звука. Holy Lord. Holy Lord. Поэтому тебе надо услышать этот звук. Holy Lord, Jesus. Holy Lord, Jesus. God. Holy Lord, Jesus. Holy Lord, Jesus. Все вибрирует. Все вибрирует. Все творение слышит этот голос. Как лев рычи. Все творение слышит этот голос. Holy Lord, Jesus. Come. Holy Lord, Jesus. Lord. Holy Lord, Jesus. Господь, пусть страх Божий возвращается в Твое тело. Пусть страх Божий вернется в Твою церковь, Господь. Дай нам видеть Тебя таким. Дай нам видеть Тебя таким. Holy Lord, Jesus. Oh my God, Jesus. Чтобы этот страх, Он вытеснил всякий страх перед обстоятельствами, перед людьми, перед чем угодно еще. Holy Lord, Jesus. Дай нам так видеть Тебя, чтобы действительно всем сердцем, Господь, вибрировать в ответ на этот рык, на то, кто Ты есть. Holy Lord, Jesus. Come. Holy Lord, Jesus. Holy Lord, Jesus. Holy Lord, Jesus. Come. О, Отец. Отец. Holy Lord, Jesus. Господь, Он просто сейчас наделяет нас, Он выравнивает наши сердца. Просто принимайте Его исправление и обличение, если приходит, тоже принимайте. Просто соглашайтесь. Дух Святой Сам действует. Ему не так много надо. Holy Lord, Jesus. Потому что Он не планировал опираться на нашу силу. Он планировал опираться на наше детское доверие Ему. На веру в то, что Он способен все сделать. Просто капитулируем перед Тобой, Дух Святой. Просто капитулируем. Holy Lord, Jesus. Будьте честны. Вот это тоже важно. В это время. Будьте честны. Перед Богом. Мы сами с собой. Очень важно. Holy Lord. Все кривые пути уберите. Holy Lord. Просто ходите просто и прямо. Ходите честно. Ходите в свободе. Ходите в свободе. Ребята, не бойтесь людей. Не бойтесь людей. Просто не бойтесь людей. Holy Lord, Jesus. Не бойтесь. Потому что когда вы боитесь, вы агрессивны. Серьезно. И вы полоценируете людей быть агрессивными с вами. А когда вы боитесь Господа, вы ходите в чистоте перед Ним. И тогда вы не боитесь людей. Тогда ваше сердце чисто, и вы можете в любой момент дать отчет. Нет никого страха. Ходите перед отцом. Вот в смирении, перед Богом. Угождайте им. И вы перестанете угождать страху и людям. Просто будьте свободны. Это есть свобода для вас. Вам подарена свобода. У вас есть праведность. Вам не надо достигать ее. Вам дана дарованная праведность. Вы можете перед самим Творцом всей Вселенной. Если бы мы понимали, что нам дано, если бы мы понимали, в каком присутствии мы стоим, и какой его стандарт, и если бы мы понимали, что та праведность, которая нам дана, насколько она высока, мы бы перестали достигать этих глупыми нашими слабыми усилиями. Если бы мы только понимали его требования. Мы боимся человеческих стандартов, потому что не дотягиваем до них. Его стандарты не сравненно выше. И мы уже там. И мы уже там. Просто успокоиться в этом. И жить так свободно, не провоцируя никого. Если мы чего-то не достигли, нормально, мы растем. Не страшно признаться в проступках. Потому что кто здесь сидящий, не согрешает вообще, что есть такие особенные люди, есть кто-нибудь, кто может вот просто один, который может всех помидорами запасать. Люди. Все. Мы все слабы. Поэтому чего нам стыдиться признаваться в простуках? Чего нам стыдиться? Зачем тебе пытаться выявить, что ты уже достиг один ездил? Нормально. Я ошибаюсь. Можно сказать? Я виноват. Я ошибаюсь. Прости, что я тебя обидел. Прости, что я сказал это слово. Прости, что я сделал. Это неправильно было. Это что, трудно сказать? Нет. Это вообще ерунда. И твой авторитет от этого только растет. И ты не прячешь уже лицо, ходишь открытым лицом. Не бойся людей. Не бойся людей. Бойся Бога. Приобретай, друзья. Приобретай. Армити. Продолжение следует... true. огромное количество близко. Продолжение следует...